Здоровенькие булы, друзья! С вами ваш Мангуст, и сегодня у нас новенькая серия по фарминг Симулятор 19. Будь ласка поставить лайк этому видео, мне будет очень приятно. Ну что, друзья, не ожидали такого начала? Это приветствие для моих зрителей с Украины. Я знаю, что вас очень много, и я думаю, что вам будет очень приятно. Ну что, начинаем сегодняшнюю серию. Ребят, эту серию я обещал для вас давно. Серия будет интересненькой. И... Ладно, сразу раскрою карты. Ну так, немножечко. Это серия про тот трактор, который я вам давно-давно обещал. Мы, наконец-то, его купим. Остановились мы, кстати, если кто помнит прошлой серии, мы из Дании заготавливали солому для коров. Вот, это мой коровник. А я тут остановился, и смотрите, какая тут трещина в коровнике. Просто нереальная. Офигеть. Ну, надеюсь, что он не разрушится за это. Коровки у нас пока что нормально. Времени еще много не прошло. Они тут кое-что едят. Тут что-то осталось. Видите, какая-то трава. Ну и вообще, как бы сейчас более-менее есть трава. Они могут все это поесть. Но нам нужно еще заготовить, ребята. Нам нужно заготавливать и сено, и кормовую смесь. В общем, еще много-много дел. И что же мы сегодня будем делать? Сегодня мы будем покупать трактор. Да, сегодня мы будем покупать новенький трактор. Это будет сразу же, скажу, Кировец. Ну, это будет, ребят, по красоте. Что нам сегодня нужно? Сегодня мы пока вот эту технику здесь оставим. Пусть она здесь стоит. Но хотя МТЗ-шку бы отогнать, она не нужна. Ее бы помыть вообще желательно. Ну, давайте, наверное, да. Давайте МТЗ отгоним. Вот. И знаете, что сразу сделаем? Скорее всего, нам мазурик тоже нужно будет отогнать. Поэтому мы сейчас... Так, у меня сейчас небольшая техническая заминочка получилась. Я как бы дернул наушники. Ну, сами понимаете, да, когда это бывает. Поэтому немножко так отлучился. Так, ну что, давайте продолжаем. Мы сейчас что сделаем? Мы возьмем наш мазурик. Так. Ребят, напишите в комментариях, что я забыл сделать, взяв мазурик. Я думаю, кто меня давно смотрит, не знает. Вот. Ну, посмотрев как бы на эту часть, я думаю, многие догадаются. Напишите в комментариях, что именно я забыл сделать. Смотрите, как подвесник отрабатывает вообще. Друзья, вот я, кстати, так начал серию, да, как бы поздоровавшись с ребятами. Вот. Ну, кстати, всем привет, а то обидится с Россией, ребят. Всем привет, друзья. Вот, смотрите. А откуда вы? Напишите в комментариях, откуда вы. Давайте посмотрим, откуда больше. Ну, типа, где... Точнее, нет. Больше я знаю по статистике. Давайте посмотрим, именно с какой страны аудитория более такая вот активная. Поэтому, друзья, пишите, откуда вы, мне будет интересно узнать, откуда именно более такая активная аудитория. Сейчас мы с вами едем к нам на базу. Нам нужно будет, во-первых, перецепить на мазе прицеп, потому что трактор будет новый. Мы будем его покупать в магазине. Будем его сразу выбирать, там, тюнинговать. Я не знаю, что там можно повесить. Мне реально интересно будет. Кстати, я искалкировец, а не сказал, какой. Да, кстати, вот это интересно. Вот это я, красавчик, не стал до конца интригу раскрывать. Да, вот, точнее, как это правильно? Не стал до конца карты раскрывать. Поэтому, я думаю, вам будет интересненько. Сейчас мы... Так, мазурик надо будет... Вот сюда вот сейчас оставим. Так, стоять. Стопэ. Всё, пересаживаемся в масс. Сейчас мы, получается, поменяем прицеп на мазурике, мазурике, потому что трактор новый, и я не хочу, чтобы он как бы ехал пока своим ходом, знаете. Хочется его прям привести на тралле, чтобы всё по красоте, чтобы он там такой... Почувствовал, почувствовал, как его любит, знаете, новый хозяин, что он о нём заботится. Ну, а потом можно уже, как говорится, во все тяжкие его. И плуг там, и культиватор на него цеплять. Всё-таки это кировец будет, поэтому... Я думаю, что мощность у него нормальная будет. Ну, и плюс мы посмотрим в магазине, какой там двигатель есть, что туда можно поставить. Вот, как вы знаете, один кировец... Так, аккуратно, чтобы там не сбить эти тюки. Как вы знаете, один кировец у меня уже есть. Этот прицеп нам нужно будет потом отогнать, потому что он мне уже как бы не нужен, да. Мы будем его брать в аренду. Это прицеп для перевозки животных. Коров мы уже закупили. Поэтому нам пока он не нужен. Так, цепляем. Так, жёстко, да, жёсткая такая цепочка немножко у нас получилась. Всё, прицепчик готов. Наш мазурик готов. Мы даже выглушить не будем. Пусть он пока... Единственное, что мы свет включим. Всё. Наш мазурик готов. Он ожидает того... Сейчас я помою, получается, наш тюковщик. Трактор у нас более-менее чистый. Вот. Ребят, там у нас стоит четырка Петровича, которая очень плохими тормозами, да. Кстати, один из зрителей вообще такой красавчик. И вот, прикиньте, он... Вот у нас тут ещё моя семёрка стоит. Он заметил, реально, что вот эти диски ниссановские. Прикиньте. То есть вот как это можно было заметить в том видео, где я их просто так мельком показал. Ну, то есть вообще нереально. В общем, семёрка, ребят, в ремонте. Я, скорее, её оставлю просто как, знаете, раритет такой. Потому что она у меня есть на 17-й ферме, да. Вот. А здесь это будет как такое вот напоминание, знаете, как легендарная семёрка. Пусть она будет. Вот. Может быть, она будет здесь всегда стоять. Ну, или так переезжать. Может, какой-нибудь поставим её этот... На склад, на автосалон. Мне одну идею там в комментариях про автосалон писали. Да-да-да, зрители. Я думаю, если ты меня смотришь, подписчик мой, я... Знаешь, что это идея? Я прочитал про автосалон. Ну, типа, что там... Ну, ты понял про машину. Вот. Я думаю, ты понял. И я не знаю просто, как эту идею красиво осуществить. Но, может быть, может быть, как-то у меня получится. Ну что, давайте начинаем мыть наш тюковщик. Тюковщик у нас очень, конечно, хороший. Столько он уже отработал. И на молоково он работал. Так, здесь вот эти... Ремни рези помоем. Сам тюковщик так помоем. Знаете, обдадим его хорошенечко. Вот. Ну и трактор. Так, знаете, чисто, чтобы пыль сбить. Вот. Чисто, чтобы вот так. Все. Все. Замечательно. Все. Моечка наша хорошая. Единственное, что, ребят, как я уже говорил, здесь у нас капливается очень много воды. Из-за этого, из-за того, что мы здесь намываем. Все. Поехали. Сейчас припаркуем. По топливу что? Ну. Пока полбака. Я думаю, пусть пока стоит, да? Если что, потом на работу, когда поедем, можно будет заправиться. И я вообще, кстати, не уверен, есть ли у нас здесь топливо. Это я, кстати, на самом деле не уверен. Надо будет посмотреть. Вот. Может быть, даже какую-нибудь такую серию записать. Да, с бензовозом. Вот. Вы можете, кстати, подсказать, есть ли нормальный какой-нибудь красивенький бензовоз. Сейчас, вот, на семнадцатку точно есть. На девятнадцатку что-то я как бы не могу вам сказать. Так, аккуратненько. Паркуем, чтобы его не повредить. Все, стоп, 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 стоп. Блин, вот это, конечно, почувствовать. Назад выходим. Отцепляем гидравлические шланги. Отцепляем приводной вал. И все. Вот так его. Оп. Пресс-подборщик, ПРП. Все. Стоит на месте. Трактор мы, в принципе, тоже, знаете. Но МТЗшка у нас у меня в гараже почему-то не стоит. Вот, ну, в принципе, давайте ее пока здесь оставим. Я почему-то ее в гараж не ставлю. Не знаю, у меня почему-то там ХТЗшки стоят. Все, нормально. МТЗ Работяга, будь здоров, еще такой. Вот, тут у меня МТЗшки, это, ХТЗ стоит. И Кировец. Получается, Кировец сейчас... Кировца нет. А я вот, кстати, не помню. А где Кировец у нас? Хммм. Что-то я, кстати, подзабыл, где у нас Кировец, елки-палки. Ну, да ладно. Так, поехали за новеньким, друзья, трактором. Все, мазурик готов. Единственное, что, знаете, что может еще договориться с полицией? Знаете, я, наверное, сейчас сообщу тем знакомым ребятам. Может быть, даже сейчас поедем с вами с таким вот сопровождением полицейскими. О, кстати, а вот они здесь, походу, да? Да, они здесь. Ну-ка, а вон там есть вообще? Сейчас посмотрим, подождите. А, там никого и нет. Слушайте, пусто, пусто, пусто. Видимо, куда-то ушли. Может быть, в деревню ушли? Да, наверное, скорее всего, в деревню они ушли. Но ничего, мы с ними свяжемся обязательно. Я им позвоню по телефону. И, скорее всего, когда уже купим трактор, сейчас нам это особо не надо. А когда купим трактор, то мы как бы поедем уже с вами с сопровождением. Я думаю, будет красиво, будет эффектно. Ну, всё, ребят, я поехал. Сейчас встретимся уже где-нибудь в городе, чтобы уже поближе к магазину. Давайте, ребята, пока ставьте обязательно лайки и пишите комментарии, про которые я спросил именно, откуда вы смотрите меня. Мне будет очень приятно почитать. Всё, ребят, поехали. Ну, вот мы и подъехали к нашему магазину сельхозтехники. Сейчас будем, друзья, закупаться. Тут уже стоят вон какие-то штуковины. Здесь вот газончик. Кстати, смотрите, кто-то приехал, походу, тоже закупаться. Так, давайте пока заглушим мазурик, чтобы он тут соляру не сжигал, потому что неизвестно, сколько по времени мы будем это дело закупать. Так, тут и банкомат есть, если что, снять. Давайте переходим в магазин. Кстати, магазин работает с 9 до 6 без перерыва. То есть мы успели, мы приехали в районе 16.00, поэтому всё нормально. Переходим в магазинчик. Так, нам нужен, друзья, нам нужны средние трактора. Я думаю, что... Я не знаю, буду ли я писать в названии, как трактор называется, но... Не, наверное, Акировец. Напишу и всё. Ребят, это будет новенький. Помните, когда-то давно-давно я снимал на К7М вот этот, который Акировец. И потом, буквально через несколько дней, вышел другой трактор, и вы мне постоянно писали про него, типа, когда он у тебя появится, когда он у тебя появится. Друзья, этот момент настал. Сегодня мы будем покупать один из этих тракторов, который... Ну, тут один, блин. Хотя он не называется... Ладно, слушайте, а вот интересно. Он, кстати, не называется как... Ну, хотя тут один только. Тут все уже хТЗ подписаны. Ладно, друзья. Это Кировец К5. Я не понимаю, кстати, почему он здесь... Лизард подписан, но... Это вот этот красавчик. Он поменьше, чем К5... К525. Ребят, он поменьше, чем К7М, да? Он примерно как... ХТЗ, да, Т-150, наверное, да? Вот сколько у меня лошадок? Сейчас посмотрим. Тут выбор двигателя нет, да? А лошадиных сил? 250. А, нет, он как, наверное, вот этот, ХТЗ. Да, 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 смотрите. Это как вот новый ХТЗ Петрович, который он Петрович подарил, вот этот ХТЗ. Это, короче, примерно такой же. То есть, да, да, это уровень вот этого ХТЗ. Слушайте, это прикольно. Мы теперь с Петровичем сможем пахать на разных тракторах. Ну, то есть, не то, что я буду на сверхмощном Кировце, а вот примерно что-то такие работы выполнять. Очень, ребята, он прикольно выглядит. Так, цвет, я не знаю, я думаю, что, может быть, его другим сделать. Желтым. Слушай, а что если его... Слушайте, а может быть, его таким желтым, как типа Кировец? Вообще, напишите в комментариях, потому что сейчас я, конечно, его покрашу, но я думаю, будет вариант перекрасить, каким цветом оставить. Но если красным, красным у нас есть уже К7М, да? Черным, понятно, нет, черным, нет. Белым, ну, белый вообще. То есть, остается либо... Зеленый тоже нет. То есть, пацаны, либо синий, пишите в комментариях, либо синий цвет, либо оставляем желтый. Я пока оставлю желтый, потому что мне он так приятненько выглядит. Так, цвет салона даже можно выбрать. Кожа, рожа, все дела. Ну, конечно же, мы выберем бежевый цвет. Мне он очень нравится. Так, зеркала. Небольшая тонировочка. Либо без тонировочки, да? Чистые стекла и буты что-то. А-а-а. Типа затонированные эти. Слушайте, я думаю, что нам нужна небольшая такая тонировочка, да? Пусть она будет, наверное. А, боковины будут, типа вот так вот, да? Ну, давайте, тонировка, типа вот так вот. Тонированная. Тонированная, чистая, тонированная. Типа разная тонировка. Пусть будет тонировочка. Вот, я думаю... Так, GPS, обязательно оставляем GPS, потому что он нам пригодится. Выбор колес. А вот теперь самое интересное. Сейчас стоит шина Michelin. Я надеюсь, что будут какие-то другие. Нет? Блин. Я надеялся, что будет какая-нибудь там, ну, Росава, там, Кама. Ну, что-то такое, знаете, более к нам подходящее. Но Michelin все-таки... Ну, из-за того, что, скорее всего, это новый трактор, поэтому он вот так вот. Слушайте, ну что? 250 кобыл. Расход. Что-то 33 литра что-то такое. Ну, непонятно, ладно. Посмотрим, 33 литра. Ну, не знаю, посмотрим. Так, ну что, друзья, покупаем. Красавцы этого. За 112 тысяч нам выходят. И где ты, родной? В мусорке. Тут сразу мусорка такая появилась. Так, иди-ка ты сюда вообще. Так, сейчас мы что сделаем? Сейчас мы сразу подкатим наш мазурик. Слушайте, ну, выглядит вроде приятно. Ну, либо синий, либо такой вот желто-оранжевый. Потому что не совсем он желтый. То есть... Блин, а что это? Я не знаю. То есть, как бы... Такой. Но пишите в комментариях, естественно. Давайте так. Давайте так. Каких комментариев будет больше? И давайте, наверное, знаете что? Вы тоже пишите комменты, но... Типа, я выберу самый пролайканный комментарий с цветом. То есть, давайте, какой комментарий с цветом наберет больше лайков, такой, как бы, я и выберу. Так, опускаем лапы. Выходим. Все, лапа опущена. Все нормально. Так, ну что, садимся в нашего красавчика. Первый запуск. Ох ты, ё-моё. Слушайте. Ну, он такой очень, конечно, приятненький. И тренировочка, так, знаете, не особо, да, мешает? То есть, как бы, даже не чувствуется эта тренировочка. Она такая приятная. Здесь, смотрите, сидушечка, кожа, рожа, все дела. Приятный такой салончик. Уже музычка есть, смотрите, со флешечкой. Все как надо. То есть, здесь, я так понимаю, воздуховод, да, такой какой-то. Вот, молоточек. Где-то здесь должна быть надпись, там, разбить при аварии. Все дела. Ну, красивый, красивый. А, подожди, там, значок на крылья наступать нельзя? Вы чё, офигели, что для русского человека на крылья на кировцы наступать нельзя? Ага. Нашли, чем пугать. А может, они пластиковые? Может, не как раньше, типа, металлические? Может, они пластиковые из-за этого? Здесь дополнительно у нас сидушечка такая. Ну, это для того, чтобы кого-то либо посадить, либо обучать, знаете, что-то такого типа. Ну, приборная панель, конечно, вообще нереально крутая. Нереально крутая, суперская. Так, ладно, у нас нужно его сейчас загнать. Давайте, знаете, что сделаем? Мы сейчас его загоним задним ходом. Для того, чтобы парковать... Ну, потом съехать было попроще. Так, хотя заезжать задним ходом, наверное, сложнее. Стоп, 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 стоп. Заезжать задним ходом, наверное, всё-таки сложнее, чем съезжать. Поэтому, может быть, я даже зря так сделал, но да ладно. Так, заезжаем. Всё. Чуть-чуть ещё можно назад. Вот так вот, до поддончиков. Всё, отлично. Есть, друзья. Всё, мы запарковали наш кировец. Кстати, насчёт полицейских. Да, они уже ждут. Я созвонился. Они где-то сейчас на выезде должны ждать меня. Поднимаем лапы. Опять же, нужно их поднимать аккуратно. Получается, до конца их поднимать нельзя. Чтобы не повредить трактор. Поэтому вот так вот. Оп, аккуратненько. Всё, теперь можно отправляться в путь. Аккуратно. Всё, трактор более-менее закреплён. Так, вы знаете, там вот подвязал немножко колёса. Всё нормально. Поэтому мы сейчас с вами поедем. А, вон, ребята уже ждут. Всё, как раз сейчас проедем. Ещё можно город немножко посмотреть. Я думаю, многим будет интересно. Ребята, это село Ягодное. Очень, кстати, такая красивая местность здесь. Так, ну что, давайте мы с вами... Теперь вот так вот сделаем. И пересаживаемся в депсную машину. Вот. И едем. Всё, включаем проблесковые маячки. И потихонечку едем в сторону. Так, едет он за мной, да. Потихонечку, да, называется. Газанул как это. О, ничего себе, там мазурик летит. Вот. И в сторону сейчас нашей базы мы выдвигаемся. Потихонечку. Ну так, я так думаю, знаете, что можно выставить где-то ограничения, наверное... Сколько там у нас колонны идёт? В 60. Но 60 будет многовато, наверное. Поэтому мы с вами где-то... Давайте 40-ку, получается, выставим. Вот так вот. Да, 40, я думаю, будет нам... Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Я уже немножко неправильно сейчас сделал. Надеюсь, проедет. Да, ушёл. Тоже ушёл. Смотрите, всё, перед машиной. Нормально скрылся. Я просто думаю, сейчас будет ДТП. Он так всё-таки думает, что я как бы дорогу перегражу. А он нифига. Так, понемножку, ребят, движемся. Ну, где-то в среднем 40 метров в час. Как раз даже, кстати, смотрите, не поспевает немного за нами мазурик. Поэтому я думаю, что мы сделаем ограничение в 30. Включаем левый поворотник. Смотрим, чтобы здесь никого не было. И делаем такой, знаете... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас может быть опасненько. Сейчас может быть... Твою же мать! Твою же мать! Ну как так? Ребята! Слава богу, трактор не пострадал? Офигеть! Опять мазурик накосячил, короче. Опять у нас МАЗ попал в ДТП уже второй раз, блин. Так, аккуратней. Причём он столкнулся, ёлки-палки, с КАМАЗом, с щебёнкой. Это вообще нереально. Тут и Тесла ездит у нас, походу. Мы чистили. А что такое? Что тут нельзя, что ли, такой угол давать? У меня трава остановила. Серьёзно? У меня что, трава остановила? Вот это дела. Так, слушайте. Ну тут надо прям очень сложно. Смотрите, даже как бы ДПСная машина не может предотвратить все такие вот последствия. Да, там что... Я не знаю, кто там на встречку вылетел. Но по идее, конечно, КАМАЗ правильно ехал. Я думаю, всё-таки наш мазурик выскочил, так скажем, на встречку. Ну что, ладно, давайте уже доедем тогда спокойненько. И уже на базе разгрузимся, как говорится. Ну вот, друзья, мы подъезжаем к нашей базе. Всё, нас сопроводили. С мигалочками всё как надо. Аккуратненько заезжаем. Вот так вот, соблюдая все углы. Так, мазурик нормально заехал. Так, немножечко там, конечно, потрахило наш трактор. Даже он где-то немножко съехал. Там, смотрю, задняя часть немного как-то так уехала. Так, ну что, паркуем. Сейчас вот так вот ровненько проезжаем. Потихонечку протягиваем. Так. Так, всё, паркуемся. Ну, точнее, здесь оставляем пока нашу депсную машину. Так, ну что, друзья, давайте. Давайте теперь что с вами делаем? Опускаем лапы. Теперь нам, по идее, нужно как бы съехать на этом тракторе, да? И всё, как бы, чтобы он почувствовал родную землю теперь, на которой он будет работать и трудиться всё это время. Так, ну что, давайте. Заводим. И потихонечку, потихонечку. Опа! Опа! Всё! Съехали! Ох, как красиво! Смотрите, какой красавчик! Друзья, ну что, вот такая вот получилась серия. Теперь у нас есть новенький трактор. К525. Теперь Петровича 2ХТЗ. У меня 2КРЦ. Ну и вообще, друзья, для чего нам столько техники? Для того, чтобы, когда мы делаем стримчанские, чтобы у всех была какая-нибудь работа. И каждый мой подписчик, мой зритель мог прокатиться на любом из тракторе, да, который у меня есть. То есть, взять и просто покататься там, поработать на этой технике. Всем спасибо, кто смотрел. Не жалейте ставить лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока, с вами был ваш Мангуст. До скорых встреч. Ловите кулачок.